Когда информация к вам приходит, она трансформируется из исходного своего состояния в тот способ, которым вы можете ее воспринять и использовать. Это происходит следующим образом. Первая информация может выражаться словами. Например, если вы смотрите на пациента и хотите что-то узнать, то иногда приходит информация словами. Она будет перед вами высвечиваться, как предложение с ответом. И вы можете понять смысл. Иногда вы можете понять полностью все предложение, иногда нет. Слова могут быть на другом языке, на китайском, на русском, английском. Второе. Когда информация к вам приходит, то ваше тело может ее менять, и она может слышаться звуком. Это может быть голос. Это могут быть другие звуки. Это может быть голос животного или птицы. Если информация приходит в звуках, то работает ваше третье ухо. Но это может быть и обычный слух. Трудно сказать, что именно воспринимают эти звуки. Когда вы слышите эти звуки, вы тоже понимаете смысл. Третье. Когда вы слышите информацию, она может появляться перед вами в виде картинок. Она может появляться перед вами в виде каких-то символов. Когда вы видите какой-то символ, сначала вы не понимаете, что это. А потом вы начинаете понимать, что оно означает. Например, опыт моего брата. Начальник моего брата как-то сказал ему. Мой отец постоянно болеет. Он находится дома и постоянно болеет. Врач не может сказать, что с этим связано. Поскольку начальник моего брата знал, что наш отец врач, то, вероятно, он хотел узнать, сможет ли мой отец помочь его отцу. Мой брат в этот момент увидел картинку. Он закрыл глаза. И в соответствии с этой картинкой ответил своему начальнику. С наружной стороны вашего дома, с наружной двери, где живет ваш отец, находится высохшее дерево. Вам нужно его срубить. И тогда ваш отец выздоровеет. Начальник сказал, странно, ты никогда не был у нас дома. Но действительно, перед домом есть такое дерево. И после того, как он срезал это дерево, у его отца исчезли боли. Иногда, когда мы задаем какой-то вопрос, то можем увидеть вот такую картинку. Что-то вроде этого. Это символ. И вы, вероятно, не понимаете, что это такое. Но во время практики вы можете видеть очень много разных символов. Когда вы работаете с какими-то проблемами, задаете какой-то вопрос в процессе медитации, то вы часто можете видеть символы. Вы закрываете глаза и видите их. Вы можете видеть органы, внутренние части тела. Но они будут находиться не внутри тела, а как бы висят в пространстве. Это информационное восприятие. Вы в этом случае можете взять мысль на этот орган и совместить с соответствующим органом пациента, как бы вложить его в пациента. Когда к вам приходит информация, вы можете видеть фигуры. Это может быть собака, может быть ее тень, или какой-то вид растения, или какой-то вид животного. Когда такого рода информация приходит, то иногда вы можете увидеть высших духов. И последнее. Что очень полезно для решения вопроса о заболевании внутренних органов. Когда мы рассматриваем внутренние болезни, если заболевание внутренних органов связано с нарушением взаимосвязи, то есть с проблемами внутренней коммуникации, то очень часто мы видим сеть светящихся точек. Эта сеть светящихся точек выглядит часто подобно фигуре человека. Она является как бы контуром фигуры человека. И если у вас проблемы со взаимодействием коммуникации между внутренними органами, то чаще всего вы можете увидеть это по сети светящихся точек вокруг головы. Трудно сказать, где конкретно расположена эта сеть. Ее локализация может быть разной. По крайней мере, вы можете прикоснуться к этим точкам. Они могут быть на поверхности головы, под кожей, вокруг головы, на костной ткани черепа. Они могут быть в разных местах, и от этих точек идет линия. Это не канал, а просто линия, которая соединяет данную точку с каким-то участком внутреннего органа. Если вам нужно лечить проблему внутренней коммуникации органов, то, как правило, мы воздействуем на точки на голове. По поводу информационной анатомии, мне нужно еще накопить большее количество примеров, чтобы я сам мог понять принцип построения и взаимосвязи этого информационного каркаса с внутренними органами. Это должны быть связи, похожие на энергетические каналы. И затем мы можем получить знания, подобно знанию, обеактивных точках. Между Землей, Луной и Солнцем нет вещества, которое их удерживает, но мы знаем, что каждое небесное тело находится в определенной точке пространства, и это благодаря силам гравитации. Все это находится в движении, но удерживает их на определенном расстоянии друг от друга. только энергия. Мы можем понимать это с точки зрения вот такой трактовки, но с моей точки зрения это только часть реальности. Есть еще многое другое. Во Вселенной существует информационная система, и именно она контролирует движение небесных тел. Внутри нашего организма существует также информационная система, и именно эта информационная система регулирует наше движение, физиологию органов, наше эмоциональное состояние. Если в этой информационной системе что-то не в порядке, то меняется наше поведение. Оно может быть поведением больного человека, или поведением очень странным, или поведением человека, который сошел с ума. Медицина мысли образами объясняет это с точки зрения вот такой информационной системы. Китайская медицина поясняет это с точки зрения энергии. Что же касается западной медицины, то, как правило, все объяснения основываются на нервной системе. В традиционной китайской медицине рассматривают также нервную систему. В традиционной китайской медицине вообще не рассматривают нервную систему. Никакой нервной системы. Странно, не правда ли? В китайской медицине рассматривают прежде всего теорию каналов и малых каналов. Волны, которые соединяют все внутри. В западной медицине не рассматривают теорию каналов, как это делается в китайской медицине. А говорят, что акупунктура воздействует на нужный участок через нервную систему организма, а не через систему каналов. В медицине мыслеобразами существует и нервная система, и теория каналов. И, кроме того, там есть еще и информационная система. Я не могу сказать, что в традиционной китайской медицине полностью отсутствует информационная теория, потому что некоторые описания ее можно найти в древних китайских книгах, но они не сведены в какой-то общий блок. Там нет итогов. В информационной системе западной медицины речь идет только о нервной системе и о взаимодействии между органами с помощью определенных химических веществ. Именно они как бы передают информацию. Например, если у какого-то человека очень странное поведение, в анализах обнаруживается избыток каких-то веществ, каких-то гормонов. Если рассматривать иммунную систему, гормональную систему и нервную систему, то тестирование и анализы сводятся к рассмотрению элементного состава вещества. Например, в лимфосистему, в кровеносную систему или нервную систему попадает определенное вещество, которое производится той или иной системой. И это регулирует определенный уровень функционирования организма в целом и конкретного органа. Это правильно с точки зрения взаимодействия посредством вещества. Но если говорить опять же таки об элементном составе, но упускать из виду аспект взаимодействия с нашим разумом, с нашим сознанием, то это не полная информация. Мы сейчас будем рассматривать ситуацию, связанную с нашим здоровьем. И будем рассматривать это с точки зрения информации или эмоции, с точки зрения ума и сознания. Именно с этого уровня. Мы знаем, что наше эмоциональное состояние воздействует на физическое тело, потому что в крови при этом меняется химический состав. Если мы видим лимон, то сразу у нас возникают гораздо больше слюны во рту. Правильно? Например, я говорю, вот здесь очень много лимонов, и вы получаете об этом просто информацию. Но образуется много вещества, то есть много слюны. Конечно, мы сейчас не будем говорить о том, как информация воздействует на элементы нашего физического тела, а поговорим о том, как информация воздействует на наше сознание. Сейчас давайте займемся тренингом третьего глаза. будем тренировать третий глаз, второе сердце и немножечко третье ухо. Когда мы задаем какой-то интересующий нас вопрос, то мы должны получить ответ звуками, картинками или символами. Кроме того, мы должны видеть информационные проблемы. Поэтому для проверки информационной анатомии человека мы также должны провести тренинг третьего глаза и второго сердца. Когда мы будем видеть, что не так. Лечение очень простое. Трудно найти проблему. Для лечения нужно просто изменить информацию. Если вы видите, где она неправильная и знаете, какой она должна быть, то вы просто меняете неправильную на правильную. Сейчас мы будем тренировать третий глаз для того, чтобы вы могли видеть необходимые изменения, необходимые образы. Если у кого-то из вас здесь высокое кровяное давление, то потом, после того, как мы кончим практиковать упражнение, вы должны будете опускать шар вниз. Сейчас следуйте за мной. Посмотрите перед собой. Сейчас вы будете видеть. Смотрите перед собой как бы на внутренний экран, на то место, которое здесь я показал синим. Смотрите перед собой, а не внутрь мозга. Так, как будто бы перед вами на некотором расстоянии находится экран. Вы будете смотреть свой мозг, но смотрите его не внутри, а перед собой. Закройте глаза. Расслабьтесь. Сейчас мы будем заниматься примерно 15 минут расслаблением. Если вы сможете успокоить свое сознание, то сможете видеть намного яснее. Расслабьтесь. Успокойтесь. Не старайтесь что-то увидеть. Просто придите в состояние тишины. в состоянии. Успокойтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите на свой собственный мозг... Визуализируйте свой мозг внутри себя... Там, где он реально находится... Сейчас ваш ум, ваше сознание обращено внутрь вашего мозга... Визуализируйте свой мозг внутри... Вы можете увидеть свет... Молочный свет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде... Мы должны понять, как применять третий глаз... Вы обратили внимание на то, что придя в состояние успокоения и тишины, при закрытых глазах внутри вас больше света внутри мозга... Сначала, когда вы закрываете глаза и стараетесь посмотреть перед собой... То у вас ощущение тяжести в области головы или мозга... А потом, вдруг, когда вы приходите в состояние успокоения, ощущение такое, что мозг стал легче и при этом появилось больше света... Поэтому сначала вы должны научиться быстро приходить в состояние успокоения... Тогда сразу ваш мозг становится более ясным... И у вас внутри уже не темнота, а свет... Когда вы закрываете глаза, внутри уже не темнота... Так вот, перед диагностированием вы должны переходить в это состояние... Иначе вы ничего не увидите... Перед вами будет темнота... И это может быть не потому, что ваш третий глаз не может видеть, а потому что у вас неправильное состояние... Вы неспокойны... Если вы хотите увидеть ясно, то вам нужно на несколько секунд остановить свой ум... Это примерно так, как мы видим ауру... Если вы остановите свой взгляд, зафиксируете и остановите ум, то в этом случае вы сможете видеть ясно... Видите? Если ваш ум будет работать, то мы не сможем видеть... Посмотрите... Вы можете видеть то, что я показываю? Слова можете прочитать? Смотрите... Если я показываю вам бумажку и говорю, смотрите... То для того, чтобы увидеть, вы должны остановить мысль и сфокусировать на ней свой взгляд... Ваша мысль на минутку или на мгновение останавливается... Когда я диагностирую третьим глазом, то смотрю на человека, например, на его голову и у меня в это мгновение останавливается мысль... Я как бы замираю... После этого я вижу... Пауза... Потом я возвращаюсь в обычное состояние... Мысли начинают работать... Потом снова возвращаюсь и записываю... И так постоянно... Третье... Если я не задаю никаких вопросов, а просто смотрю на вас при диагностике, то могу видеть все... А если я вижу, то не понимаю, что мне нужно делать... Поэтому мы разделяем картинки... Мы разделяем их своим сознанием... Значит, мы разделяем тот образ, который видим... И разделяем его на несколько уровней... Как бы на вещество... То, что мы видим на уровне физического тела... На энергию... На ум... И информацию... Наш глаз может видеть слишком много... Если мы все это видим вместе... То мы не понимаем, что есть что... У многих людей третий глаз работает... Но они не умеют диагностировать... Потому что видят все вместе... И не могут это разделить... После определенного тренинга... Мы можем третьим глазом... Видеть только проблему... После определенного тренинга... Мы видим... Отдельно физическую картинку... Энергетическую... Или информационную... В этом процессе... Наш глаз автоматически вычленяет... То, что нужно самостоятельно... Например, вы видите птицу... И вы понимаете, что это информационная проблема... Вы продолжаете смотреть ее дальше... И анализировать... Или, например... Вы видите в каком-то месте... Сосуды красного цвета... Тогда вы начинаете понимать... Что это проблема... Или физического... Или энергетического характера... В этом случае... Вы начинаете рассматривать... Один и второй вариант... Причем... Третий глаз работает... По определению этой проблемы... Совершенно автоматически... Наше обычное зрение... Не может работать таким образом... Если мы смотрим... То видим только то... Что находится на поверхности... Мы не можем проникнуть в глубину... Третьим глазом... Мы можем углубиться внутрь... Снова вернуться к поверхности... Снова углубиться... Мы можем видеть... Подобно... Биноклю... Мы фокусируем его... Подобно биноклю... Третий глаз... Видит обычное... Изображение трехмерное... Третий глаз... Может видеть... Реальное пространство... Если мы становимся... Еще... Более спокойными... То в этом случае... Для обычного зрения... Мы не можем сделать... Тело прозрачным... А для третьего глаза... Поможем... Например... Одна моя ученица из Швейцарии... Будучи в Пекине... Попросила посмотреть ее печень... Мы смотрели ее вместе с профессором Ли... И я сказал... Что у нее инфекционное заболевание... Об этом говорила информация... Я увидел... Что три месяца назад... У нее появилось это инфекционное заболевание... И тогда инфекция была очень активна... А сейчас уже нет... Но информация об этом все еще присутствует... Тогда я прошел по этой информационной структуре... Как бы назад... В прошлое... И увидел... Что три месяца назад... Ситуация у нее была очень плохой... Мы можем сказать... Что таким образом... Мы видим информацию... Информация... Показывается в картинках... В картинках... И именно информация... Показала в картинках... Что тогда было с печенью... А в уме при этом... Возникло конкретное время... Три месяца назад... Вообще... Можно привести много примеров... Один интересный случай... Был у меня в Тюмени... Один человек... Попросил меня... Чтобы я его продиагностировал... Когда я его посмотрел... То сказал... Что во фронтальной части головы... У него была травма... Физическая травма... То, что я видел в тот момент... Когда он... Спросил меня... Я увидел... Что это физическая проблема... Но он сказал... Нет... У меня нет травмы... У меня не было здесь травмы... Я снова посмотрел... И снова у меня в моем мозге... Возникла... Картинка... Когда это было... Я должен был ему доказать... И тогда... Я задал вопрос... Когда... И я увидел... Как в фильме картинку... Что он играет в хоккей... И шайба... Летит ему в голову... И попадает... Вот в эту часть головы... В то же самое время... Я увидел... Как бы написанное словами... 15 лет... То есть... Возраст... 15 лет... Это тот момент... Который... Информация... Сохранила... И когда я сказал ему об этом... То он сказал... Да-да... Когда был тот удар... То у меня еще и кровь шла... И так... Для работы третьего глаза... Вы должны помнить об этих трех факторах... Первое... Вы должны прийти в состояние тишины... Потом... Вы должны хотя бы на несколько секунд... Достигнуть паузы... Или остановки... И здесь пауза... Должна быть и в мышлении... И в паузах... В работе физического тела... То есть... Вы останавливаете мысль... И потом... Продолжаете думать... Задавая вопрос... И третье... Если вы не понимаете... Что вы видите... Вы должны задать вопрос... Например... Какого рода физическая проблема... При этом была... Или энергетическая... И тогда... Вы сможете увидеть... В чем состоят информационные проблемы... В чем состоят энергетические проблемы... И в чем проблемы физического тела... Следующее... Большинство людей делает ошибку... Создавая образы... Не нужно создавать образы... При работе третьего глаза... Бывает так... Что они смотрят... И ничего не видят... И тогда они начинают думать... И придумывать... Это неправильно... Можно получить реальный образ... Только в том случае... Если вы остановите мысль... Должна быть остановка... Если вы не можете остановить мысль... То возникают образы... Которые являются продуктами... Вашей мысли... Но... Нереальная картинка... Итак... Повторяю... Когда мы используем третий глаз... Для смотрения... Не позволяйте уму... Создавать образ... У третьего глаза... Есть такие особенности... К диагностике... Но часто мы не можем этого делать... Потому что не знаем... Как правильно использовать третий глаз... Если вы пришли в состояние... Успокоения и тишины ума... То тогда вы можете видеть... Если вы о чем-то думаете... Если ваш ум чем-то занят... И вы хотите вдруг увидеть болезнь... То тогда это очень тяжело... То есть... Некоторые друзья... Вели себя таким образом... Они приглашали меня в ресторан... Мы общались... Ели... Разговаривали... Немного пили... А после этого... Кто-то подходил ко мне... И тихонько спрашивал... Вы можете меня продиагностировать... И сказать... В чем моя проблема? Я, естественно... Тогда отвечал... Что проблема с вашей головой... Я должен прийти в состояние... Успокоения и тишины... Только тогда я могу диагностировать правильно... Иначе это получается неверно... Но если вы не воспринимаете... Свою болезнь серьезно... То и я не могу дать вам серьезный ответ... Диагностика... Это не шутка... Это не такая простая процедура... Для того, чтобы сделать правильную, четкую диагностику... Мне нужно, по крайней мере... 30 минут... Например... Я могу что-то увидеть очень быстро... Это как бы сиюминутный снимок... А для того, чтобы разобраться с ситуацией... С ее истоками... И подобрать слова... Как перевести то, что я вижу... На язык, понятный вам... То это достаточно сложная и серьезная процедура... Сейчас мы будем продолжать развивать третий глаз... Я помогу вам перемещать шарик внутри головы... От точки Минтан... На уровне бровей... Через верхний дантянь... В затылочную часть мозга... Вот по этому пути... Сейчас следуйте за мной... Закройте глаза... Визуализируйте красный шарик... В верхнем дантяне... И следуйте за мной... Чувствуйте шарик... Чувствуйте шарик... Меньше... Меньше... Сейчас перемещайте этот красный шарик... В точку Минтан... На уровне бровей... Чувствуйте шарик... В точке Минтан... Польше... Меньше... Польше... Меньше... Польше... Меньше... Польше... Меньше... Меньше... Снова перемещаем шар к точке бинтан. Возвращаем шар в верхний дантянь. Меньше. Меньше. А сейчас визуализируйте свой мозг. Светлый молочный цвет внутри. Сейчас опускаем шар вниз, в нижний дантянь. Хорошо, сейчас откройте глаза. Домашнее задание. У каждого из наших органов свой собственный характер из своей собственной эмоции, своя природа. Иногда все эти эмоции от всех органов соединяются вместе. Тогда у нас возникает определенное эмоциональное состояние. Это характеризует ваши эмоции. Если все свойства каждого органа, каждая как бы личность этого органа здоровы, здоровы, то тогда они сбалансированы. Между ними возникает равновесие. Когда мы приходим в состояние тишины, мы можем почувствовать эмоциональное состояние каждого своего органа. Попробуйте провести такое тестирование кого-то из членов своей семьи, из ваших знакомых. Лучше всего это должен быть человек, с которым вы знакомы, но мало. А лучше, если вы вообще его не знаете. Постарайтесь прочувствовать его органы. Например, постарайтесь получить информацию о легких. Вы можете посмотреть на легкие и посмотреть, какую картинку вы при этом получите. Если вы увидите по картинке, что там что-то неправильное, то задайте вопрос, когда возникла проблема с легкими. И вы можете получить ответ в виде картинок или словами. Если вы захотите получить информацию об эмоциональном состоянии органов или еще что-либо от них, то вы также можете получить картинку. Это может быть действительно в виде образа, или это могут быть какие-то слова. Информация может проявляться по-разному. Попробуйте это сделать сегодня, завтра мне расскажете. Спокойной ночи. Медицину мыслеобразами я кратко представлял вам вчера и говорил о том, что мы разделили ее на четыре части. Это для того, чтобы было легче усваивать материал. Мы назвали этот раздел медицинским, потому что здесь наши собственные представления и понятия и методы диагностики, лечения болезней и методы целительства. Медицина мыслеобразами базируется на представлении о том, что такое жизнь. Она основывается не на заболеваниях, а на жизни. Этим она отличается от обычной терапии, потому что обычно терапия, как правило, фокусируется на лечении болезней и рассматривает прежде всего заболевания. Здесь же подходы другие. Мы производим коррекцию того, что в организме неправильно, на то, что должно быть правильным. поскольку мы видим, что неправильно, и видим, какие отклонения при этом происходят, мы знаем, как нужно изменить в правильное. Например, у человека инфаркт, высокое кровяное давление. В разных странах, в разных медицинских направлениях названия болезней могут отличаться от общепринятого. однако в классической медицине и в терапии мыслеобраза,